О пользе фруктов и овощей нашему телеканалу подробно рассказал заместитель главного врача Амурской ЦРБ. Александр Михайлович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям о пользе овощей, фруктов и так далее. Ну, о пользе овощей и фруктов можно долго говорить, и все наши жители знают о том, что в рационе каждого человека должны быть и овощи, и фрукты. И вот я сейчас расскажу вам о том, какие овощи и фрукты необходимо принимать для того, чтобы поддерживать свое здоровье. Но, в частности, польза заключается в том, что они, во-первых, содержат в себе большое количество витаминов, целый ряд витаминов, такие как витамин С, о котором мы знаем, витамин П, и множество других витаминов, которые способствуют нормальному функционированию организма. Многие слышали о таком слове, как цинга. Это слово такое страшное, и порой оно больше ста лет назад несло смерть людям. И это все связано с тем, что в рационе людей в то время могло не быть по каким-то причинам витаминов в виде овощей и фруктов. И мореплаватели, жители крайних районов севера не всегда получали с пищи необходимые овощи и фрукты. Вот, в частности, жители севера только в сезон могли попробовать ягоды, там, может быть, какие-то грибы. Поэтому цинга приводила к тому, что у людей развивался резкий дефицит витамина П и С, и у этих людей выпадали зубы, были кровотечения различные, и люди чаще всего погибали. Но со временем, когда ученые научились выделять витамины из овощей и потом синтезировать их, эта проблема сейчас уже не существует. Но несмотря на это, полезное свойство фруктов в том, что помимо витаминов, в них есть еще так называемые антиоксиданты. Это вещества, которые способствуют уничтожению свободных радикалов. Вот что это такое? Ну вот, например, вы видели какой-то продукт питания, ну, допустим, мы все видели сало. И когда сало пожелтело или рыба пожелтела от хранения, даже это соленый продукт, все, что пожелтело, это окислилось, это соединение полезного продукта с кислородом, происходит окисление, и эти продукты уже нельзя есть. И также в организме у нас при соединении каких-то веществ с кислородом происходит окисление, появляются свободные радикалы, которые впоследствии могут привести к образованию раковых клеток. И было замечено более ста лет назад, что в тех странах, где круглый год солнце, овощи и фрукты, таких заболеваний было меньше. Поэтому ученые пришли к выводу, что каждому человеку в день нужно съедать с приемом пищи около ста граммов различных овощей или фруктов. Ну, какие у нас распространены фрукты, которые у нас сейчас есть в изобилии в магазинах? Это, конечно, и яблоки, это и мандарины, апельсины, но лучше всего усваиваются и более полезны те, которые произрастают в том месте, где ты проживаешь. Но у нас яблоки не растут, надо пользоваться дарами природы, которые есть у нас. Это ягоды, это брусника, клюква, смородина, малина. Эти продукты все необходимо замораживать. Ягоды, которые приготовлены термическим путем, приготовлены на варенье, они не так полезны. Там, кроме сахара, никакой пользы нет. А вот замороженные ягоды, они очень полезны. Брусника, помимо того, что она несет в себе большое количество витаминов, она также содержит очень большое количество антиоксидантов. Так называемый еще и бензонатрия содержит, который является консервантом. Потому и брусника, клюква, эти ягоды не портятся. Их можно весь год хранить в обычной воде. Залить водой, они будут храниться и не потеряют никаких полезных свойств. Из фруктов, которые необходимы есть, конечно, нужно пользоваться и бананами. В них большое содержание калия. Нужна обязательно норма для ребенка и для взрослого одно яблоко в день. И все овощи и фрукты, которые мы потребляем, они только приносят пользу. Но необходимо соблюдать меры предосторожности. В частности, фрукты перед едой надо тщательно вымыть. И потом их употреблять в пищу. Это будет хорошая польза. Любые фрукты полезны. За исключением тех случаев, когда у человека сахарный диабет и сладкие фрукты. Надо им ограничивать. Что касается овощей, там еще проще. У нас с овощами проблем особых нет. Потому что у нас произрастают такие овощи, как капуста, морковь, лук, чеснок. Это очень полезные овощи. А наиболее полезные, я считаю, что это еще и свекла. Вот из всех этих продуктов можно готовить блюда. И большая польза будет, если они не подвергались термической обработке, а использовались в пищу в качестве салата. Каждому человеку в день три раза нужна порция овощей, которые перечислены, размером с кулак человека. Вот столько он должен съесть овощей. За исключением картофеля. Картофель не относится к полезным овощам. Потому что он, кроме углеводов, полезных веществ в нем не так много. И картофель предпочтительно готовить в мундире. И потом уже его в салат и так далее. Тогда не теряются при варке его полезные вещества. Поэтому напоминаю нашим жителям еще об одном полезном продукте, который сейчас модным словом называется суперфуд. Это квашеная капуста. Квашеная капуста сохраняет все свои полезные свойства. В частности, в ней большое содержание витамина У. Этот витамин, который является язвозаживляющим. То есть, если у человека есть язва желудка, витамин У или сок капусты используется в лечении для того, чтобы произошло быстро рубцевание язвы в желудке или 12-перстной кишке. Это давным-давно доказано. Но в квашеной капусте полезных веществ еще больше. Потому что там развивается процесс молочнокислого брожения. И вот эти продукты брожения, они очень полезны для кишечной флоры. Если съедать одну чашку, это примерно 100 граммов квашеной капусты в день, кроме пользы ничего не будет. И у человека наладится стул, улучшится перистальтика кишечника, будут активно выводиться продукты обмена нежелательные в организм. Поэтому квашеную капусту нужно употреблять как можно чаще. И использовать ее в других блюдах. И в заключении хотелось бы сказать о том, что норма, эти все нормы условные. Но обязательно в рационе человека в течение дня должны присутствовать и овощи, и фрукты. Ну, для примера, это одно яблоко, это что касается фруктов. И чашка, примерно 100 грамм капусты или любого салата. Картофель ограничиваем, потому что в нем много углеводов. И я хочу пожелать всем жителям Мамурска здоровья и не забывать про пользу овощей и фруктов. Мамурска здоровья и не забывать про пользу овощей и фруктов. Мамурска здоровья и не забывать про пользу овощей и фруктов.